вот мы внутри музея можно посмотреть как вы видите лодочки скажу что привезти из дубаев из мира я вот сел на такой вот лодочку вот здесь вас зазывает прям заплатить его один и он отвезет вас на другой берег мы с вами приехали на дубаи олдсок стейшн вот оттуда и здесь как раз расположен старый рынок и старый я вот и арабский квартал остались если отсюда тоже старый порт вот как видите старые сооружения вот если если вам нужно с арабской культурой познакомиться такой местный колорит то вот в этом райончике погуляйте он недалеко от аэропорта улдсок вот запомните и на лодочках здесь можете покататься и по старому рынку походить он недалеко аэропорта район бур араб бур дуба верни и район дэйра кстати здесь самый недорогой жилье самый низкий цен вот мой старый порт здесь находится дубайский музей и мы сейчас туда зайдем вот можно походку вот у всех этих лодочек лодочек башенок внутри есть тоже пушки старый лампы небольшая экспозиция стоит всего лишь тридцать лампы билеты на входе 5 меньше одного доллара вот и здесь опять остановку в том числе вот туристический автобус вот там его ждут люди туристический автобус такой большой красный двухэтажный и вы можете выходить на любой остановки в течение дня и заходить один раз заплатили сумму можете заходить сколько угодно выходить у всех остальных достопримечательностей он останавливает вот как раз впереди вот там вот продает вот он есть информация и продает у него билеты вот здесь вход в дубайский музей 3 дирхама а вот там информация сейчас я дойду что вам показать именно туристический автобус как вы видите можно купить здесь можно купить водитель автобуса без разницы зашли на любой вот он как раз пока не уехал вот такой двухэтажный автобус можете купить билет прям там у водителя он остановился вы допустим вышли здесь посмотрели музей опять туда на остановочку вышли поэтому же билету сели только не выкидывайте билет ни в коем случае вот он здесь например можно купить не помню не был в том году сейчас посмотрю сколько стоит вас хао ма шпадрой ну вот если вы не знаете английского есть вся тверхам где-то 70 долларов 24 часа то есть если я зайду сейчас 3 часа дня я могу ездить до следующих трех часов день везде вы заходите выходить но один из самых дорогих конечно здесь туристический автобус по цене но особо если у вас один-два дня пересадочке я рекомендую потратить эти деньги взять увидите все основные достопримечательности дубая я бы вам рекомендовал выйти съездить на пан джу мейро это искусство остров и спальм насыпанный в море там погулять по набережной выйти у бурж калифа если у вас один день и по старому дубае погулять если у вас есть свободный вечер посмотрите поющие фонтаны обязательно видео с того года есть на этом же канале вот в принципе за день вы успеете если сильно постараюсь если даже не сильно постарайтесь можете просто выйти сходка дальше поехать у бурж калифта особо делать и нечего кроме пающих фонтанок еще вот три дзерка мы все закончились смотрите вот как вы видите лодочки таких лодочках мы переправлялись в том числе по каналу лодка бра вон за девочки надпись использовалась для перевозки пи и людей между двумя частями города вот еще лодки можно посмотреть выйти на улицу вот такое оборонительное сооружение было пушка так вот жили обычные люди вот много таких интересных достаточно вещей здесь можете посмотреть нормально арабская еда не знаю что это такой фриперс пор холли вкусные лепешки из всех это вот что по есть местная арабская еда Эмират Косомоса, Доса, Гурубхали, Самбар, Масау Доса. Такие вот местные, опять для тех, кто говорит, что цены дорогие, в центре вот поешьте в таких местных. И здесь абсолютно недорого, на рынках можете испытать местный колорит. Скажу, что привезти из Дубаев из Эмирата. Ну вот просто сами смотрите, все это национальное. Кашмира, различные шелка, ткани, тарелки. Я помню, брал плетеную. Hi, how are you, my friends? Thank you, good, nice. Плетеную какую-то корзиночку. Вот все это. Естественно, ваза. У них даже на монетке один зеркал расположен лампал один. Конечно же, лампал один. Вот такие вот. Вот, в принципе, кожа, кожа хорошая. Такие вот различные восточные украшения. Как видите, всего это пять дирхам. Дирхам, один дирхам, три с половиной. Ой, один доллар, три с половиной дирхама. То есть такой кошелек вы можете купить за 100 рублей за полтора доллара. Вот, не буду останавливаться где-то рядом, потому что все зовут меня купить. Хотя здесь торговцы не такие надоедливые, как в других странах. И я могу спокойно гулять. Конечно же, специи, специи. Вот впереди будут специи. Опять не буду останавливаться, чтобы мне ничего не впаривали. Вот, специи, орехи. Вот все, в принципе, за полторы минуты я вам показал. За полторы минуты я вам показал все, ну, основные местные подарки, сувениры, которые можно привезти из Дубая. Вот, естественно, кальяны, лампы Аладдина вон там стоят. Заходить не буду. Сейчас быстренько зайду. Вот, все в восточном, в арабском стиле. Пока там на другого-то клиента люди отвлечены, я сюда зайду. В прошлом году я маленькую лампу себе взял, старенькую. Именно, ну, не новую, а в старом магазинчике такого, как она называется. Где старые вещи продаются за обо магазина. Сувенирчик из Дубая. Все, пока с вами был Борис Соколов. Сайт bizesam.ru Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал и давайте путешествовать вместе.